всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл meizu е3 аппарат достаточно редкий в россии продается в одном единственном магазине по крайней мере на январь 2019 года телефоном я попользовался погонял по производительности тест сделал ну хотя здесь qualcomm snapdragon 636 и все мы понимаем что это крепкий середнячок не игровой телефон но и не днище совсем погонял автономность разумеется кстати здесь ips экран но есть экстремальный режим энергосбережения как раз экран становится черным то есть я про него узнал достаточно много и делюсь своими знаниями стоит ли его покупать ценник на это я наверное буду вы меня часто просите в комментариях озвучивать цены пожалуйста январь 2019 года конец января такой телефон 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной стоит 15 с половиной 16 с половиной стоит версия уже 128 гигабайт что я считаю круто со стороны meizu не по цене здесь нет модуля nfc не отключайтесь а то есть люди модуля nfc нет выключаясь ребят я вам рассказываю делюсь мнением о телефоне хожу с ним погружаюсь в него слушаю музыку делаю огромное количество фотографий кстати здесь эффект боке почему-то практически не работает но давайте по порядку meizu e3 корпус у него цельнометаллический фактически единственное для meizu это привычно они делают так много лет аккуратные такие вставочки закругленные вы видите сверху и снизу пластиковые это для приема сетей не только для 3g 4g 2g но и gps глонас и бейдов здесь также присутствует здесь snapdragon поэтому прием хороший камеры 2 блок камер практически не выступает и это наверное хорошо точнее выступает меньше чем у других телефонов под ним вспышка с левой стороны у нас только кнопки включения и лоточек совмещенные две сим-карты либо карта памяти но напомню либо 64 либо 128 ну а если уж собираетесь покупать то мне кажется 1000 переплатить за 128 против 15 с половиной и 16 половиной тысяч рублей мне кажется адекватно но досмотрите обзор до конца поймете стоит его покупать или нет постараюсь как можно подробнее обо всем рассказать с правой стороны под большой палец правой руки сканер отпечатка пальцев может быть со мной не согласятся владельцы данного телефона если такие среди моих зрителей подписчиков присутствует либо у меня пальцы большие но я сталкивался с таким сканером еще и на sony аппаратах там было нормально насколько я помню здесь мне иногда приходится вводить пин-код благо я поставил 40 чтобы не палит не париться на тестовом аппарате иногда не разблокирует сожалению может быть у меня просто слишком большие пальцы может быть криво поставил отпечаток но с другими телефонами такого нет кнопка включения сверху сверху телефона на торце только дополнительный микрофон шумоподавления снизу разъем для наушников звучит сносно не хорошо и неплохо также точно могут звучать аппараты за 8000 рублей и за 25000 рублей нюансов никаких нет просто обычный нормальный звук в наушниках я имею ввиду разъем юсб тайп си это наверное хорошо и один динамик динамик обычный то есть звонок вы услышите он в меру громкий не тихий но как мультимедийный конечно на боку сверху ничего особенного как у кучи других телефонов и более дорогих просто динамик неплохой и нехороший а вот что касается экрана мне он не очень понравился и знаете что я скажу так как я себе сделал лазерную коррекцию уже где-то месяцев наверно 8 назад в июне до в июне 2018 года и последнее время я на телефонах на всех стал ставить себе теплый режим точнее нет не теплый режим я имею ввиду не настройки которые здесь есть вы можете сделать более теплый более холодным это называется настройка цветовой температуры а я включаю ночной режим на всех телефонах поэтому возможно мой тест до конца не объективен но мне откровенно экран кажется синим я дал в руки нескольким людям они сказали экран ну экран обои поменять но даже если я прибавляю желтого цвета экран немножко отдает синеву в любом случае он меня не восхитил как бы за 15 тысяч я понимаю что это ну не бюджетник но и не флагман просто обычная хорошая а пес матрица 599 full hd плюс разрешение 599 это имею ввиду диагональ экрана и конечно напрашивается сравнение с аппаратами от сяоми но я этого делать не буду по разным причинам потому что ну во первых у меня их нет на руках да и смысл сравнивать просто мезу красавчики делают интересное решение теперь на снэп дрэгоне но все равно все равно есть нюансы и давайте расскажу тогда про батареи про камеры и перейдем к нюансам особенностям и минусам весит аппарат кстати 160 грамм батарейка здесь 3360 ну не так и много почти минимум скажем так но видео прокрутил на максимальной яркости экрана яркость нормальная кстати почти 8 часов это хороший результат для такого большого IPS full hd экрана в живом использовании мне не показалось что телефон рекордсмен опять же как будете пользоваться я ставил сюда сим-карту делал фотографию слушал музыку не знаю лазил в браузер и заходил ну что-то такое вот обычное мне показалось что за 1 процентов 60 70 батарея съедает при среднеактивном использовании чудес нет кстати по сравнению с v8 на который будет у меня обзор ближайшее время там батарейка отчет вообще не особо у меня к вечеру он разряжался я такого давно не видел может быть аппарат такой попался ну и поговорим тогда о камерах сдвоенный модуль 12 плюс 20 мегапикселей плюс 8 мегапикселей камера фронтальная качество снимков однозначно отличная и вот те кто мне постоянно пишут что я сравниваю сяоми и все время сяоми хвалю топлю ну не за деньги это все искренне я делаю вот я к тому что здесь камера лучше чем если сравнивать с аналогичным решением от сяоми средний шестым каким-нибудь камера на очень высоком уровне скажем так мне кажется он снимает как мы за тот же 15 прошлогодний мне понравилось там качество фотографий и что приятно даже ночная съемка почти флагманская ребята новые примеры фотографии видите на экране оригиналы можете посмотреть по ссылке под этим видео я их просто хвалю они действительно хорошие если вам нужен камерафон но не хочется покупать что-то за 40 50 и выше тысяч там конечно качество еще выше будет но этот телефон разочаровать вас не должен особо отмечу качество видео смартфон поддерживает качество 4k и примеры фотографии примеры видеозаписи посмотрите по ссылке под этим видео положу пишет на мой взгляд отлично ну тоже не как флагман но близко мне понравился что пройдусь full hd потому что именно на full hd нужно стабилизацию проверять держу телефон в одной руке единственное что мне не понравилось эффекта боке фактически нету я не знаю почему но я делал эффект боке и на две камеры основных он должен работать хорошо он почти не мылит фон и не в настройках дела я в этом разбираюсь я все посмотрел просто скорее всего какой-то баг прошивки ну да ладно самое главное камера здесь зачетно ну и по процессору я уже обмолвился здесь qualcomm Snapdragon 636 это хороший крепкий середнячок если вам интересно как идут игры ну конечно я поставил pub mobile хотя уже наверно 5 раз на 636 тестировал ну на средних настройках играть вполне нормально если поставите высокие и побольше графики то уже конечно фризить будет а лучше ставьте минимальные но вы понимаете же естественно что это не игровой телефон но и не провальный совсем тот же word of tank поставите средние настройки там у вас 30 40 fps будет производительности в обычной но мне не нравится милой и это наверно основой мне не нравится оболочка от компании мэзу и они какую-то странную делают если честно вот посмотрим версия android у нас что тут версия android 71 при том ребята flame 632 но она какая-то ну не нравится мне вот чистая субъектив щена кому-то нравится not какие-то иконки вроде красивые но заходишь минут здесь какой-то от какие-то цвета какая-то ну вот субъективно согласен но не моего я вот на 1 из-за этого хоть они молодцы стали snapdragon и ставить и камеры хорошие но вот не мое не лежит душа другой стороны оболочка в меру гибкая то есть говорит это о чем кроме настройки цветовой температуры вы можете батарейку как я и говорил два режима энергосбережения вы можете сделать либо кнопки правда кнопка назад как на пикселях будет всегда слева я не нашел настройки как поменять его направо либо более интересный вариант никаких жестов здесь нет просто кнопочка 1 но вы когда я касается эта кнопка назад а если вы нажимаете вот for touch так называемый сильно тогда эта кнопка выход на рабочий стол и свайпом делаем снизу вверх то мы открываем список последних приложений в принципе ребят это все еще раз отмечу вам говорил уже да про и на все модули на все здесь нет китайцы его не делают как правило делают только во флагманах а в остальном плюсы модели это однозначно отличные камеры дизайн своеобразные но все равно мне кажется даже и похвалить можно даже серебристо золотой выглядит вполне себе ничего в минусах в минусах ну как таковые минусы не знаю мне не нравится сканер не всегда срабатывает может быть опять же под мои пальцы большие оболочку блин ребят 2019 год и как-то все ну перечислять все заново не буду вывод делайте сами информация для моих подписчиков те кто меня постоянно смотрят магазин q crew я взял этот телефон там скидки 500 рублей которая была универсальная сейчас ее с 1 февраля не будет поэтому если кто-то хочет купить то пользуйтесь пока промокод арстайл работает на покупку на любой телефон в будущем этого не будет будут короткие промокоды связано это не с какой-то жадностью магазина я их знаю хорошо с тем что просто на заработок маленький и цены у них низкие и просто еще минус 500 получается уже не очень поэтому будут промокоды на каждую модель если я там буду она я думаю буду брать мне мэйзу брать например негде лучше я в кюке возьму обзор сделаю чем я мэйзу вообще обзор не сделаю потому что тоже представительцы мэйзу когда я к ним уже два литра раза обращался они просто посылают они говорят ну мы бм как вот как и sony в принципе но это не важно это тем кто думает что мне платят за каждый обзор ребят я иногда аппарат взять не могу то есть не то что думаете что я хвалю например там мест денег что заносит вагонами нет бывает реклама на канале но я стараюсь ее помечать как правило под видео особенно это приложение всякие но да ладно я как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид если видео понравилось ставьте лайк если не понравилось дизлайк ну лайк конечно лучше в любом случае подписывайтесь на канал всегда много интересного насчет фона есть у меня фон и я наверно поставлю но мне кажется так вот более менее нейтрально постараюсь я как-нибудь решить все свои проблемы жильем обзавестись студии но пока пока вот приходится периодически в разных местах снимать ладно ребят счастливо будьте здоровы